Всем привет! Вот и подъехала очередная порция горяченьких новостей от Поострее. С вами ведущая Майя По. Поехали! Литве грозит штраф Евросоюза за уличные туалеты. Аромат аж до Брюсселя доходит. Еще в прошлом году Литва должна была по требованию Еврокомиссии полностью избавиться от уличной канализации. Но в стране до сих пор осталось 6 муниципалитетов без центрального водопровода, один из которых находится в Вильнюсе. О-ля-ля, самая ароматная столица Европы, а вы Париж, Париж. По статистике 20% населения страны не имеют доступа к центральной канализации и вынуждены пользоваться выгребными яблами. За свою нерасторопность литовцы теперь могут попасть на штраф. Еврокомиссия грозит за выписок Литве счет на 200 миллионов евро. Интересно, а куда же Литва вложила все субсидии Евросоюза, выделенные на решение проблем с канализацией? Где деньги, Зин? Хотя мы ведь помним, у литовского руководства есть заботы поважнее. Нужно увеличивать расходы на оборону и подкидывать деньги в украинскую топку. А Литва тем временем пусть превращается в одну выгребную яму. Хорошие люди Май и Санду запретили поставлять в Молдову газ ниже действующего тарифа. По новому закону поставщики газа в Молдову теперь должны получать разрешение от службы информации и безопасности и службы по борьбе с отмыванием денег, чтобы ввести в страну газ. Таким способом власти хотят заблокировать поставки дешевого газа в страну через компании, не связанные с ними, а с властями. Это грабеж среди белого дня! Два месяца назад компания Норгаз предложила поставки голубого топлива по цене в два раза ниже нынешней. Но Санду и Ко быстро им отказали под предлогом борьбы с криминалом. Насчет криминала вы свои рожи в зеркале видели? По факту пасовцы просто узаконили грабеж собственного населения через проданный втридорогогаз. Банда Санду становится все наглее и наглее. Обычно преступники так делают, когда чувствуют начало конца. Хапают больше и больше. Смотрите, ребята, Плохотнюк успел добежать до аэропорта. А вот Плохотнюк в юбке... Может и не успеть. В Латвии раскрыли преступление в века. А кража у русских гражданства в 91-м? Нет, фигурантами нового дела стали детсадовцы и их родители. У дошкольников обнаружили раскраски с русскими солдатами из компьютерной игры про американский спецназ «Полл-дьюти». Дело приняло настолько серьезный оборот, что раскрасками заинтересовалась служба в госбезопасности Латвии. Как мы знаем, в Латвии спецслужбы заняты серьезным делом. Каждый день отражают российскую агрессию. В этот раз коварный враг пробрался в детский сад. Представляю себе доклад латвийских офицеров начальству. Российские солдаты, прикрываясь дошколятами, проникли в раскраски и захватили детский сад. Больше жести, господа, не останавливайтесь. Теперь необходимо привлечь военную контрразведку и выяснить, как солдаты попали в раскраски. Надо же латвийским спецслужбам как-то оправдывать свое существование. На Украине исключили Александра Невского из списка святых. Да у них давно уже ничего святого. Раскольническая православная церковь Украины изъяла из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, который праздновался 23 ноября. Для нынешних властей Украины фигура Александра Невского, конечно, максимально неудобная. Князь не только защищал русские земли от угрозы Запада, но и берег православие, отказываясь подчиняться папе Римскому. Украинским раскольникам такие герои не нужны. Вообще, выходки украинской церкви уже никого особо не удивляют. Ее и церковь назвать сложно, раз их священники молят за святому Бандере. Бесы и есть. В Эстонии испугались мессенджера Телеграм. Следующая новость. В Эстонии испугались собственные тени. Премьер-министр Эстонии Кая Калас заявила, эстонские власти выразили Еврокомиссии свои опасения из-за мессенджера Телеграм. По ее словам, он стал площадкой распространения российской пропаганды и дезинформации, поэтому нужно усилить за ним контроль. С помощью Телеграм злобные русские, говорит Калас, пытаются посеять раздор в обществе. Забавно, что лидеры демократической Эстонии призывают ограничивать Телеграм, чтобы не позволить России провоцировать конфликты в обществе. Кая, я тебе открою секрет. С разжиганием конфликтов в Эстонии ты сама прекрасно справляешься. Чье правительство зажимает зарплату учителям и заставляет их выходить на улицу? Кто запретил эстонскому бизнесу работать с Россией, а своему муженьку разрешил? Кто все деньги спускает на Украину, чтобы выслужиться перед американцами и стать генеральным секретарем НАТО? А потом жалуешься, что эстонцы пишут о тебе, что думают в Телеграм. Нечего на зеркало пенять, коли рож криво. Кстати, дорогие зрители из Эстонии, и не только, подписывайтесь на канал Поострее в Телеграм. Сделаем Кая Калас приятное. Ссылка в описании. Светлану Тихановскую прослушивали польские спецслужбы. Ну хоть кому-то ей сделала до одинокой томящейся женщины. Несостоявшегося президента Белоруссии и отчаянную домохозяйку Светлану Тихановскую прослушивали в Польше во время ее поездок по стране, сообщают польские СМИ. В частности, речь идет о встречах с польскими политиками и кураторами Тихановской и спецслужб. Местная прокуратура уже начала расследование, а правящая теперь в Польше партия «Гражданская платформа» активно использует этот случай, чтобы расправиться со своими политическими противниками. Жалко мне тех, кто прослушивал. Слушать Трех Тихановской – это же с ума сойти можно. Свету в этой истории опять все пользуют в своих целях. Те, кто ее прослушивал, следили за своими конкурентами из польской оппозиции, которая теперь правит БАУ в стране. Свете ничего другого не остается, кроме как просто быть обычной куклой в руках польских политиков, юзающих ее для внутренних разборок. Хотя, Свет, тебе же быть куклой не привыкать. Бедная Румыния отказалась участвовать в Евровидении. А богатая Молдавия согласилась. Власти Румынии заявили об отказе участвовать в Евровидении из-за экономии. Денег на него в стране нет. Из-за финансовых проблем и экономического спада в Бухаресте стали сокращать расходы на ненужные мероприятия. Зато у соседней Молдовы, которую румыны так горячо опекают, деньги на Евровидение нашлись. Там отказываться никто не собирается. Я тут подумала, раз Румыния такая бедная, а Молдова такая богатая, то чего она хочет состав Румынии? Пусть Румыния вступает в состав Молдавии. Хотя нет, испугаются румыны таких правителей. Ведь руководство Молдовы в лице Сандуйко очень интересный подход. Нищающим фермерам они помогать не собираются. Соц. Выплаты сократили. Зато на песни и пляске трансвеститов в Европу поедут. Мне кажется, от Молдовы нужно отправить на Евровидение Майю Сандуй. И там среди своих ее и оставить. В Литве призвали еще больше увеличить расходы на оборону. Куда больше-то? Глава Комитета обороны Сейма Лаурина Скачуна считает, что военный бюджет должен составлять 3,5% ВВП вместо нынешних трех. За это, по его словам, должен заплатить каждый литовец. Например, через повышение НДС. Да, товары станут дороже. Зато литовцы будут знать, что, тратя на продукты больше обычного, они покупают новые танки. Мне иногда кажется, что правящие в Литве консерваторы ставят над своими гражданами эксперимент. Богребных ям в стране меньше не становится. Зато сотни миллионов евро растворяются на Украине и строятся казармы для немецкой дивизии. Проверка на болевой порог. Выдержат литовцы или взбунтуются? Мой ответ. Свалят из этой страны в Европу. Языковая полиция Латвии завела дело на украинскую беженку. Потому что Латвия для латышей. В Латвии украинка Катерина Мефтода честно работала в пиццерии поваром. Там ей приходилось заменять своего коллегу и принимать у клиентов заказы. Но вот незадача. Латышский она не выучила. Дотошные латвийские инспекторы из Центра государственного языка ей этого не простили. И завели дело против злостной нарушительницы. Абрюху, наш труд. Возможно, криминал. По коням. Что же случилось с вашим хваленым гостеприимством, господа латыши? Одно дело преследовать русских из-за государственного языка Латвии. К этому давно привыкли. А украинцев теперь тоже можно. Спорим, это не последнее дело против украинских беженцев в Латвии. Герою эротических снов президента Ренкевича, Пану Зеленскому, нужна свежая кровь для войны. А тут отличный повод для возвращения украинцев на родину. Беженцы не знают латышский язык. Из Киева во Францию вывезли тысячи исторических реликвий. Готовятся сдавать Киев? Американская газета Wall Street Journal сообщила, что французы секретно выводят из Национального музея имени Иханенко исторические экспонаты Гулувр. Среди них немало древних православных икон. Часть этих реликвий показали на выставке, но гораздо больше отправили в секретные хранилища под Парижем. Так-так-так, что-то тут нечисто. Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон. Посмотрите, какие заботливые украинные союзники. Киев еще не сдали, а ценности они уже вывозят. Интересно, а возвращать они потом все это собираются? А то у французов еще с Наполеона привычка. С собой в Париж заберут, а обратно не возвращают. С Лувра выдачи нет. Хотя тут скорее другой вопрос. А возвращать-то будет куда? Молдавский политолог назвал Гагаузию инородным телом. Прихвостень правящей партии Имаи Санду, политолог Анатол Церану в интервью румынскому телевидению заявил, что Гагаузия представляет собой угрозу безопасности Молдовы. По его словам, гагаузская автономия – это инородное тело и источник нестабильности в стране. Кстати, у Санду с Гагаузией всегда были плохие отношения. Главу автономии Санду не признает. Субсидии региону из общего бюджета сократила. И вообще ведет себя так, как будто Гагаузия для нее не существует. Да и о молдаванах румынка Санду вспоминает редко. Вот так посмотришь со стороны на художество ПАС и хочется спросить у режима Санду его обслуги, типа политологов. А не вы ли сами инородное тело? Загнали страну в долги, нищету, обираете население на газовом схематозе, сдаете молдавскую историю и культуру румынам, якшаетесь с украинскими провокаторами, подставляете Молдову под военный удар. Вот и думайте, кто лишний в Молдове? Молдаване и Гагаузы? Или Санду с компанией? Президент Польши заявил об исторической принадлежности Крыма к России. Разверзлись хляби небесные! Анджей Дуда недавно в интервью заявил, что Крым исторически принадлежал по большей части России. Поэтому Украина полуостров обратно вряд ли получит. Дуда потом оправдывался, что его не так поняли. Но поляки все поняли правильно. Многие в Польше с президентом согласны. Вице-канцлер Сеймак Шиштоф Босок сказал, что полякам надоела навязанная Киевом политика. Босок напомнил, что с Украиной есть много нерешенных проблем. От конфликта из-за зерна до героизации бандеры. Поэтому смысла поддерживать притязание Киев на Крым для поляков нет. Это же как Зеленскому надо было достать поляков, чтобы в Варшаве открыто заговорили такое. Для Украины звоночек тревожный. Если ближайший союзник так от нее устал, что говорить о других? Скоро так Украине все скажут. До свидос. На этом все, друзья. Берегите себя, будьте бодрее, жмите лайк, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Скоро увидимся.